Иногда задают вопросы, с кем работать. Друзья, сегодня внимательно посмотрите на свою команду. Вы увидите, с кем работать. Как вы думаете, как вы увидите? С теми, кто пришел сюда, да. Но есть еще один показатель. Кто купил билеты? Это значит, что человек серьезно настроен. Вы не можете работать со всеми. Я физически не могу работать со всеми. Нужно работать с теми, кто купил билеты. И Дима сразу встал за билетами. Действительно, вы будете работать с ключевыми людьми. Но это правильно. Так получается, что иногда мы тратим время на людей, которые сами этого не хотят. Поэтому основной показатель это человек, который купил билеты. В завершении хочу рассказать небольшую историю. Вы знаете боксера, который побил самого, наверное, крутого перца, самого известного человека в боксе? Да. Вы понимаете, о ком я говорю? Тайсон. Да. Вы знаете боксера, который побил Тайсона? Холифилд, да. Но есть еще один боксер, который малоизвестен. Это, если я не ошибаюсь, Бакс его фамилия. Бастер Бакс. У меня просто на прошлый бизнес-день, я же говорил, я готовился, у меня были слайды, но сегодня я хочу просто рассказать эту историю. И это человек, который в принципе никогда в жизни в профессиональном ринге никогда не занимал никакие-то там места, никогда не блистал. У него были физически хорошие характеристики, да. То есть в принципе он мог бы быть чемпионом, но он им не был. И критики обычно говорили, что ему не хватает смелости. То есть не хватает какой-то смелости, вот как раз той, которая присутствовала у многих чемпионов. В том числе и у Холифилда, да, в том числе и, наверное, может быть и у Кличко, не знаю. И когда был бой перед боем, у Бакса случилась очень такая, ну, тяжелая ситуация в жизни, у него умерла мать. И вы знаете, у него умерла мать, он был маменьким сыночком, и для него это было, ну, огромное потрясение. И буквально накануне, там, через пару дней он узнал, что у него, его жена очень тяжело больна, больна раком. И она лежит, ну, ей пришлось ложиться в больницу и вместе с ребенком. И на конференции перед боем, да, на конференции ему задали вопрос, что вы будете делать с Тайсоном? Он вообще был немногословен, да, он был поникший, он сказал, я буду его бить. Ну, понятно, что там ставки были, там, 1 к 40, по-моему, да, что он проиграет. Все уже было сразу понятно, что Тайсон его в первом раунде прибьет, потому что, ну, это не тот человек, который мог бы, вообще никто не мог подумать, что он может побить Тайсона. Но что произошло? Он побил Тайсона. И когда у него спросили, как ты это сделал, почему? Потому что он сказал, мне нужны были деньги. У меня жена больна, мне нужно много денег. И вы знаете, вот эта смелость, эта смелость появилась именно, когда появилась причина. Когда есть причина, ты знаешь, ради чего ты это делаешь, и ты это будешь делать. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы сегодня ночью, вечером, не знаю, нашли причину, ради чего вы будете делать бизнес ЛР. И эта причина будет вас двигать. Поэтому основной посыл мой, после моего выступления, да, что, друзья, найдите причину, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. В любом случае придется выходить из зоны комфорта. В любом случае придется действовать, делать то, что вы не делали до этого времени. Ну, по-другому вы не измените свою жизнь.